Я всех категорически приветствую. Сегодня у нас на рассмотрении один из самых крутых вариантов не менее крутого ускорителя от X3090 от компании Asus из серии Rockstrix. Хочу опять затронуть очень печальную тему исчезновения видеокарты с рынка. Не потому что их перестали делать, вы сами понимаете, это глупо. А потому что, во-первых, 30 серия от Nvidia получилась прекраснейшая с точки зрения возможностей аппаратных и рекомендованных цен. Я все-таки сумел ее выцепить. Я залогинился на Алиэкспрессе, на TeamAli. Я везде залогинился где только можно было. И по итогу... Вот она! Получилось просто отвратительной по доступности. Чипов крайне мало. Причем дело не в майнерах. Это отдельная тема. Все вендоры, все партнеры Nvidia об этом вещают в один голос, что чипов крайне мало. Если еще по 3090, по 3070, ну, кажется, там где-то примерно идет, ну, процентов 30-40 от заявленных. Ну, не 3080, не 3060, а практически найти сейчас невозможно. Даже что-то, если как-то и приходит, появляется в продаже, то моментально раскупается. Причем, даже геймеры не успевают эти карты, в общем-то, взять для себя. Даже по очень высоким ценам. Я не имею в виду там чисто спекуляции, а именно которые идут от вендоров, через дистрибьюторов и так далее. Даже по этим ценам рады бы купить, но не получается. Майнеры все скупают. Вот здесь уже приходит именно проблема номер два. Майнеры. Майнинг. Это просто сейчас тоже беда. Майнинг сожрал все видеокарты выпуска предыдущих лет. Сейчас просто можно чокнуться, увидев цены на ЦПИКС 1660 Супер под 40 тысяч. Вы представляете? 1660 Супер, которая стоила меньше 20, ну, грубо говоря, там 20 где-то. Сейчас в два раза. Какая-то пятилетняя давность РХ580, я имею в виду Родион. Сейчас можно встретить чуть ли не по 30 тысяч. Это же просто ужас. Что делается? Торгаши, естественно, видят, что, ну, за отсутствие 3080 начали даже покупать 3090. Они совсем недавно стоили еще 150 тысяч. Ну, конечно, не это. Самая крутая от иных. Сейчас уже меньше 180 их не найти. Одна очень известная торговая компания на вот эту карту задрала цену выше 200 тысяч уже. Там даже сильно выше, чем 200. Короче говоря, тема очень скверная. Но, тем не менее, нам придется от нее отлезть, потому что, ну, обзор, есть обзор. Обзор делается не на только лишь это время, не на текущий момент. Обзор делается все-таки на будущее. Я, конечно, очень надеюсь, что через какое-то время цены придут в норму, карт появятся больше. В общем, ну, а что еще остается делать? Так что теперь мы изучим саму карту. Понятно, что это самая флагманская карта компании Asus, что есть, в общем-то, на сегодня. То есть более топовая, чем это у них нет. Ну, я пойду. Можно понять, что просто колоссальных размеров, колоссального веса. Понятно, что, вот, кстати говоря, вот, видите, да, это вот пришло в таком виде от наших дорогих коллег. Что входит у нас в комплект поставки стяжки? А ведь тут что-то было. Вот тут что-то было. Макулатура, которая во всех картах ракеты серии. А давайте посмотрим, что входит туда в обзорах иных ютуберов. Помнили, что анбоксинга-то не случилось? Ну, давайте посмотрим, потому что я увидел из коробки еще что-то. Это брелок. Это сделан на пиксели. Ну, собственно, вот он и отсутствует. Итак, мы смотрим на это чудо. Огромнейшая просто карта. Причем, вот смотрите, здесь референс. Мы думали, что, в принципе, это больше, чем вот эта карта быть не может. Чем даже вот здесь стоит этот 90-ар палит. И то она меньше. Если их поставить, вот эта карта будет даже точно выше, ну, подлиннее даже. Так вот, карта Asus переплюнула и эту. Два этих вентилятора выдувают вовсе не сюда, а выдувают вверх и вниз от самой карты. Если карта будет поставлена в саму матплату, а не как вот здесь, на разере, то это может быть опасно для находящихся под картой модуля М2. Три восьмипиновых, ожидаемых. Также по гнездам мы видим два HDMI 2.1. Два гнезда. Не одно, как у референс-карты. Три дисплей-порта, которые, ну, обычные. Длина карты 32. Высота 13. Толщина 6. Совсем недавно вот это стоило где-то, ну, наверное, максимум 180. Сейчас уже можно увидеть ценники в 220, а то в 250 тысяч. У них особо нету каких-то недостатков в чипах. Их пускается много, но, понимаете, эти чертовы, майнеры уже начали добираться и до этих супер дорогих решений. И все слова компании NVIDIA, что это не только игровая карта, и это еще полупрофессиональная карта, 24 гига на борту не просто так. 24 гига оперативы мы с этого начали. И, короче, это прям мощная-мощная полупрофессиональная карта. На ней можно еще и рендерить, октан запускаешь и полетел, красивые вот эти вот модельки рисовать и прочие-прочие радости. потому что вот пускай они это все объясняют майнерам, которые сейчас начали хапать и эти решения, увеличив о них цены. А дальше что? Компания NVIDIA, да и AMD. Надо продумывать вопросы о использовании каких-то защит от майнинга на игровых видеокартах. Выпускайте, пожалуйста, карты для майнинга, специальные версии, но дайте эти карты геймерам. Это я считаю вот это просто преступление со стороны и из преступления из-за безответственности со стороны AMD и NVIDIA. Ну, собственно, их, ну, там так, от партнеров это не сильно зависит. Все-таки, это, скорее всего, должны решать NVIDIA и AMD. Понятно, что на каждый лом отыщется свой лом, но пока там будут чего-то искать, хоть как-то эти карты попадут именно к игрокам, у кого они и были сделаны.